Приветствую вас в начале прохождения легендарного издания шедевральной игры Mass Effect. Добро пожаловать в базу данных вооруженных сил Альянс. Запрос доступа к засекреченной информации. Устанавливается связь по защищенному каналу. Связь по защищенному каналу установлена. Создам своего персонажа. Мужского. Для доступа к профилю идентифицируйте себя. Соул Шепард. Внимание, данные повреждены. Пожалуйста, восстановите свой профиль. Подтвердите биографию до поступления на службу. Из биографий я выберу землянин. Вы сирота. Ваше детство и юность прошли на улицах огромных мегаполисов земли. Вы вырвались из мира уличного насилия и преступных группировок, записавшись в войска Альянса. Едва вам стукнуло 18 лет. Из психологических портретов я выберу уцелевший. Во время вашей службы одно из заданий окончилось катастрофой. Перенеся немыслимые физические страдания и тяжелейший психологический стресс, вы смогли выжить. Один солдат из всего отряда. Вы единственный свидетель того, что произошло во время этой миссии. Из военных специальностей я предпочту солдата. Сейчас мы над этим поработаем. Самое сложное это подобрать форму моего сломанного в реальной жизни носа несколько раз. Поскольку по нему так особо не видно, что он сломан на удивление. Но он сломан на самом деле. Вот как-то так. Нет, нос все-таки не такой. Потому что тут это немного азиатский нос получается. Скорее всего, самое ближайшее это что-то типа вот этого или вот этого. Глаза придется такими оставить. Я другие делал, но они более похожи на азиатские. А вот эти вот такие европейские, правда они так как будто широко раскрытые. Но все что есть. Нормально. Мужчина, европеец, белый угнетатель. Восстановление профиля завершено. Личность идентифицирована. Поехали. Итак, что же с Шепардом? Родился на земле. Но о родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице. Научился сам о себе заботиться. На Акузе он пережил гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без последствий для психики. Кто видел смерть с товарищей, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подходим к ретранслятору на Арктур Прайм. Начинаю процедуру перехода. Капитан. Мы подключились. Идет расчет транзитной массы и направлений. Претранслятор в режиме выходим наверх. Приготовиться к переходу. Готовность номер один. Начинаем заход. Малая тяга норма. Навигация норма. Внутренние тепловые коллекторы задействованы. Все системы работают. Дрейв в пределах 1500. 1500 это хорошо. Ваш капитан будет доволен. Вот гандон. Найлус сделал вам комплимент. А вы его ненавидите. Если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же спектры, это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так. Но только идиот верит в официальные версии. Согласен. Согласен. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он уже здесь, лейтенант. Передайте капитану. Мы встретимся для инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Я слышал. Я уже иду. Это из-за меня? Или капитан у нас все время малость в бешенстве? Только когда говорит с вами, Джокер. Нажмите покинуть корабль, чтобы открыть журнал. Смотрите, обновленные задания. Так. Это Джей, пролог Нормандия. Вы капитан третьего ранга Шепард. Старший помощник на фрегате Нормандия. Я люблю со всеми говорить. Так, это не то. Так. Капитан, думаю, не стоит заставлять Андерсона ждать. Капитан ждет вас в радиорубке. Мм. Я же говорю, я его видел. Прошел мимо с таким видом, будто он на задании. Он же Спектр. Они все время на задании. А мы и тащимся за ним следом. Расслабься, Пресли. Ты себе так язву заработаешь. Поздравляю, капитан. Похоже, все прошло гладко. Вы идете к капитану Андерсону? Я слышал, как вы спорили. Похоже, вы не доверяете нашему гостю Туриансу. Простите, капитан. Просто мы с Адамсом перебросились парой слов. Ничего такого не имели в виду. Но знаете, есть в этом задании что-то странное. Вся команда это чувствует. Думаете, руководство Альянса что-то от нас скрывает? Если мы должны просто испытать стелс-систему, тогда почему командует капитан Андерсон? Да еще этот Найлус. Спектры. Элитные агенты. Сверхсекретные. Зачем посылать Спектра, причем Спектра Турианца, на пробный полет? Что-то тут не складывается. Что вам известно о стелс-системах? Я только знаю, что она скрывает нас от сканеров и датчиков. Передовая технология. Нормандия. Единственный корабль с подобным двигателем-прототипом. Но почему у нас экипаж по полному штатному расписанию? Дешевле было бы оставить только основной состав. И шансов, что будет утечка, меньше. Да еще этот Найлус. Понятно же, что эта прогулка всего лишь прикрытие. Для чего? Понятия не имею, капитан. Но мы явно здесь под ложным предлогом. У вас какие-то проблемы с капитаном? Никак нет, сэр. Но я не понимаю, что он тут делает. Капитан Андерсон. Один из самых прославленных действующих офицеров. Если он переплавит все свои медали, то сможет сделать свою статую в полный рост. Такого бойца не посылают на пустяковое задание. Он слишком серьезно относится к нашему полету. Здесь что-то большее. Вы не доверяете Найлусу? Я вообще турианцам не доверяю. Это у меня наследственное. Мой дед участник войны первого контакта. Он много друзей потерял, когда турианцы на нас напали. Это было 30 лет назад. Нельзя винить в этом Найлуса. Да, вы правы. Но все равно меня нервирует, что на борту спектр. Тем более турианец. Мы корабль Альянса. Мы представляем человечество. Но Найлус, в отличие от всех нас, не подчиняется капитану. У спектров своя субординация. И они не летают на обычное задание. У Найлуса такой вид, словно он ждет каких-то боевых действий. Мне это не нравится. Попробую что-нибудь у него вытянуть, когда увижу. Удачи, капитан. Я вырос на Эден Прайм, док. Это не то место, где часто бывают спектры. Найлус что-то недоговаривает об этой миссии. Не сходите с ума. Здесь командует капитан. Он не станет подчиняться какому-то спектру. От него ничего не зависит, док. Спектры никому не подчиняются. Творят что угодно. Убивают всякого, кто встанет у них на пути. Ха, Дженкинс, вы пересмотрели шпионских фильмов. Как вы думаете, капитан? Мы ведь на Эден Прайм недолго пробудем. У меня руки чешутся по настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, Капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. Лишь дурак ищет драки Капрал. Простите, капитан, но я скоро побру от ожидания. В первый раз у меня такое задание. Испектор на борту. Что вы мне можете рассказать о Найлусе? Турианцы пользуются уважением. У них больше патрульных кораблей в пространстве Цитадели, чем у любой другой расы. Хотя мы с ними не всегда ладим. Кое-кто считает их слишком упрямыми. Другие до сих пор винят их в войне первого контакта. Лично я с Найлусом и парой слов не обмолвилась. Он говорит только с капитаном Андерсоном. Я слыхал, Найлус как-то в одиночку перебил целый взвод. Поверить не могу, что я на задании вместе с настоящим Спектром. Что вы знаете о Спектрах? Только то, что рассказывают. Агенты Спектры подчиняются только Совету Цитадели. Обычно работают по одному или небольшими группами. Однако официальных полномочий у Спектров нет. По сути, это тайная организация, которая поручена охранять и защищать стабильность галактики. Да, защищать любой ценой. Вот о чем не забывайте. Спектры стоят над законом. Почему среди них нет ни одного человека? Обычно Спектров выбирают из рас, входящих в Совет. Мы уже давно пытаемся добиться, чтобы в их ряды приняли человека. Но до сих пор этого не произошло. Эй, капитан, а из вас бы хороший Спектр вышел. Им всегда дают неуполнимые задания. Приходится побеждать при неравном соотношении сил. Прямо как вам на Акузе. Я стараюсь не думать об Акузе. Простите, капитан. Я... Я не хотел вас обидеть. Я уважаю то, что вы там сделали. Мы все уважаем. Давайте не будем углубляться в прошлое, капитан. Вам нужно что-нибудь еще? Как же контролировать агента с неограниченными возможностями? Я полагаю, если агент выходит из-под контроля, Совет лишает его статуса Спектра. После чего за дело берется Служба безопасности Цитадели. У Громил из СБЦ не будет ни единого шанса. Спектр стоит 20 обычных солдат. Спектры сами себе полиция. Если агент зашалит, посылают другого агента, чтобы он его шлепнул. Вот это правосудие Спектров. Капрал путает романтические легенды с реальностью, капитан. Как же контролировать агента с неограниченными возможностями? Я полагаю, Спектры сами себе полиция. Капрал путает романтические легенды с реальностью, капитан. Вы ведь сами с Иден Прайм, верно, Дженкинс? Как оно там? Тишина и покой, капитан. Колонизацию проводили очень деликатно, так что на планете сейчас ни городского шума, ни загрязнения. Мои родители жили на окраине колонии. По ночам я бывало ходил на холм и глядел через поля на огни главного поселения. Очень было красиво. Но когда я стал старше, то понял, что для меня там слишком уж тихо. Потому и пошел на службу. Даже рай, в конце концов, надоедает. Есть идеи, почему нас отправили на Иден Прайм? Я точно не знаю, капитан. Иден Прайм одна из самых стабильных колоний. Вполне подходит для тестового полета. Ничего опасного там нет и быть не может. Но что-то там видно случилось, раз у нас Спектр на борту. Вот и я места себе не нахожу. Не могу никогда ждаться настоящего дела. Меня ждет капитан Андерсон. До свидания, капитан. Капитан Шепард, хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим. Иден Прайм. Я слышал там довольно красиво. Я там никогда не бывал. Но вы о ней знаете. Для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение. Так? Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? Если вы хотите что-то сказать, так говорите прямо. Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Думаю, вы что-то недоговариваете. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Должна быть какая-то причина, которую вы не назвали, сэр. Приказ самого верха. Информации минимум. Только, как говорится, необходимое знание. Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Я думал, что протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их наследство. Ретрансляторы, цитадель, двигатели наших кораблей. Все это основано на протеанских технологиях. Вопрос нешуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели. Почему бы не оставить маяк себе? У вас, людей, не самая лучшая репутация. Некоторые расы считают вас эгоистичными. Слишком непредсказуемыми. Слишком независимыми. Даже опасными. Если мы расскажем о маяке, улучшим свои отношения с Советом. К тому же, нам нужна их научная помощь. Они знают о протеанах больше нашего. Маяк не единственная причина, по которой я здесь, Шепард. Найлус хочет увидеть вас в деле, капитан. Он хочет вас оценить. Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на Совет Цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Не многие смогли бы пережить то, через что вам пришлось пройти на Акузе. Вы показали сильную волю к жизни. Это весьма полезный талант. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Зачем Турианцу нужно, чтобы среди Спектров был человек? Не все Турианцы презирают людей. Некоторые из нас видят в вашей расе полезный потенциал. Вам есть что предложить остальной галактике и Спектрам? Мы — элитная группа. Те, в ком есть нужные нам качества, встречаются нечасто. То, что вы человек, Шепард, не имеет значения. Важно, что вы способны делать эту работу. Просто скажите мне, что делать. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Что вам известно о протеанах? То же, что и любому школьнику. Технически развитая раса правила галактика 50 тысяч лет назад. Потом сгинула. Куда и почему — неизвестно. Хотя теорий куча. Понятно, что без протеан нашей цивилизации не было бы. Их цитадель — сердце галактического сообщества. Без их ретрансляторов были бы невозможны межзвездные путешествия. Мы все в огромном долгу перед протеанами. Мне хотелось бы больше знать об Иден Прайм, прежде чем мы там окажемся. Но что тут можно сказать? Мирная аграрная планета — одна из самых старых и успешных наших колоний. Мы показали, что готовы заселять новые планеты, готовы выйти за пределы Земли. Иден Прайм — символ эволюции человеческой расы. А теперь прославится еще и как место, где люди совершили открытие галактического масштаба. Почему этот маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протеан. Даже ваша. Если бы мы не нашли протеанские развалины на Марсе, то до сих пор торчали бы на Земле. Там был всего лишь маленький диск с данными. А тут целый маяк. Что, если это архив по вооружениям? Нельзя, чтобы он попал не в те руки. Кому, например? Оттический Траверс — не самый стабильный сектор пространства Цитадели. Там орудует немало криминальных группировок. Для них протеанский маяк — достаточная причина, чтобы рискнуть и напасть на корабль Альянса. К тому же Иден Прайм находится на границе систем Термина. Оттический Траверс находится под защитой Цитадели. Если системы Термина нападут на нас, это будет актом войны. Теоретически, да. Но некоторые расы в системах Термина могут быть не против развязать войну. Вряд ли Совет порадуется масштабному конфликту с системами Термина. Так что мы должны все сделать без шума. Как прикажете, капитан? Мы уже на подходе к Иден. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Джокер? Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Выводи на экран. Это неоткуда. Требуется. После этого все обрывается. Сигнала нет. Вообще ни хера нет. Перемотай на 38.5. Докладывайте. 17 минут полета, капитан. Кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер. Быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Пусть Оленка и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Включаю стелс-системы. Я гляжу, кое-кто тут нехило поработал, капитан. Ваш отряд — главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Помощь выжившим — задача второстепенная. Главная ваша цель — это маяк. Заходим на тот про один. Майлус, вы ее не знаете? Один, я двигаюсь быстрее. Майлус пойдет вперед на разведке. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном, прошу соблюдать тишину в эфире. Мы прикроем ему спину, капитан. Успех миссии зависит от вас, Шепард. Удачи. Заходим на точку 2. По периметру все спокойно, капитан. Так, я сделал громкость диалогов чуть-чуть побольше. Классно. Колонии сильно досталось, капитан. Повсюду враги. Надо смотреть в оба. Так, это shift. На shift тут что-то другое. Тут управление немножко отличается. Я проходил все масс-эффекты, но это было очень давно. Старые, естественно, еще и здания. Поэтому я очень плохо помню, как там и что. Немножко, конечно, тоже тут фоу неудобно, потому что слишком близко. Это еще что такое, черт побери. Газовые пузыри. Не волнуйтесь, они безвредные. Черт. Безвредные, небезвредные, нафиг они нужны. Ой, я постоянно хочу это... А, на пробел здесь бег. Так, а карта вот так вот. Ага. Ага. Ох ты, черт. Что здесь произошло? Субтитры сделал DimaTorzok Так, одного потеряли, что ли, сразу же? Выстрел пробил его защиту, у него не было ни шанса Солдаты погибают, но остальные должны выполнять свой долг Нужно найти маяк Слушаю, сэр Субтитры сделал DimaTorzok Шепард, здесь несколько сгоревших зданий и много трупов Я разведаю обстановку Постараюсь встретиться с вами у места раскопок Субтитры сделал DimaTorzok Взлома там и каких-то технологических приблок Скорость мышки здесь достаточно высокая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы здесь главный, сэр Мне нужен рапорт, Уильямс Да, боже Мы патрулировали периметр, когда началась эта атака Мы попытались послать сигнал бедствия Но они отрезали всю связь С тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь Вы знаете, с кем мы имеем дело? Думаю, это геты Гетов не видели за пределами Вуали уже почти 200 лет Что они здесь делают? Наверное, им был нужен маяк Место раскопок закрыто Оно затем холмом Маяк должен быть там Нам бы пригодилась ваша помощь, Уильямс Так точно, сэр Пришло время расплатиться Что еще вы знаете о гетах? Только то, что учила в школе на уроках истории Они синтетики Неорганическая форма жизни с ограниченным ИИ Которую несколько веков назад создали кварианцы Их хотели использовать как дешевую рабочую силу Но в конце концов они напали на кварианцев И те были вынуждены покинуть планету После этого они исчезли за Вуалью Персея С того времени о них толком никто ничего не слышал Расскажите мне все, что знаете о маяке Здесь проводились раскопки, чтобы построить железную дорогу и расширить колонию Несколько недель назад ученые откопали какие-то протеанские руины И маяк И вдруг вся колония как будто помешалась на этом маяке Вот нас и отправили охранять место раскопок Я почти ничего не знаю о самом маяке Но я слышала, как один из исследователей говорил Что это может быть величайшим открытием века А что случилось с исследователями на месте раскопок? Не знаю Они разбили лагерь около маяка С ними был отряд 2-3-2 Может быть им повезло больше Опишите, что случилось перед атакой Пару ночей назад нас направили из главной колонии патрулировать местность Все шло как обычно, пока на нас не напали геты Мы даже не заметили их приближения А спектра турианца вы тут не видели? На Эйден Прайм нет турианцев Я их не встречала К тому же, вряд ли бы я смогла узнать спектра Если бы вы его увидели, вы бы его узнали Оружия у него достаточно, чтобы разнести целый взвод К счастью, он на нашей стороне Извините Как я уже говорила, турианцев я здесь не видела Выходим Так Ну-ка, а что тут уже можно что-то прокачивать? Да Турикать новая система Могу обаяние прокачать, устрашение Ну, давайте на один обаяние, на один устрашение Боевую составляющую потом будем качать Ну, еще обаяние, давайте замакшу, чтобы Так Страж Так, я ему, наверное, прокачаю что-то боевое Дошифровку атакующую И Вот это урон тут Как стражу Так, а Эшли Тоже солдат Ну, у нее, естественно, штурмовые винтовки Отлично Так И вот это вот урон Так Так, у всех штурмовые винтовки Отлично Вот даже сейчас уменьшил скорость мыши Все равно Так, а быстро Так, ладно, взяли все Все равно скорость мыши очень большая получается Карта изначально получается Вроде вся открыта Поэтому тут можно Это напутать Продолжение следует... Все вырубил Раскопки проводили здесь Тут был и маяк Наверное, его куда-то перенесли Кто? Наши или геты? Сложно сказать Может быть, мы разузнаем что-нибудь в лагере ученых? Как вы думаете, кому-нибудь удалось выжить? Если им повезло Может, спрятались в лагере Он находится на этой горе За уступом Планы меняются, Шепард Впереди небольшой космопорт Я проверю, что там Буду ждать вас около него Похоже, лагерь сильно пострадал Удобное место для засады Смотрите в оба Они все еще живы Ничего хорошего Это уже не они Дверь заперта Включена система безопасности Навык Так А это Так Ага, да да Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты Успел Люди Хвала создателю Быстро Закройте дверь Пока они не вернулись Как вы оказались в этой постройке? Мы спрятались здесь, когда они напали Похоже, им нужен был маяк К счастью, его здесь уже не было Сегодня утром его перевезли в космопорт Мы с Мануэлем помогали свернуть лагерь Когда началась атака, пехотинцы сдерживали их Чтобы мы смогли спрятаться Они отдали свои жизни Чтобы спасти нас Никто не спасся Время людей закончилось Скоро здесь останутся только руины и трупы Что еще вы можете рассказать мне про нападение? Все случилось очень быстро Мы собирали оборудование, а через несколько секунд уже прятались в здании И геты рыскали по всему лагерю Слуги разрушителей Предвестники тьмы Глашатые нашего исчезновения Мы слышали, что снаружи идет бой Выстрелы, крики Я думала, это никогда не закончится А потом все вдруг неожиданно стихло Мы продолжали сидеть здесь Даже пошевельнуться не могли от страха А потом пришли вы А вы не заметили здесь Турианца? Я его видел Он пророк Он вел в бой наших врагов Он был здесь, перед нападением Это невозможно Перед нападением Найлус был с нами на Нормандии Он никак не мог оказаться здесь Извините Он не знает, какие секреты скрываются внутри Мы освободили сердце зла Разбудили зверя Выпустили на свободу тьму Мануэль, пожалуйста Сейчас не время А что случилось с вашим помощником? Мануэль блестящий ученый Но он всегда был немного странным Гений и безумие Две стороны одной медали Видеть будущее Это безумие Видеть, что нас всех ждет гибель Понимать, что спасения нет Надежды нет Я не сошел с ума Я единственный Кто не сошел с ума После нападения я дала ему двойную дозу лекарства Я могу заткнуть его Уильямс, ведите нас в космопорт Вам это не остановить Никому их не остановить Грядет тьма Тьма вечности Тише, Мануэль Иди, приляг Тебе станет лучше, когда подействуют лекарства Тише, Мануэль Иди, приляг Сарен? Найлус Это мое задание, Сарен Что ты здесь делаешь? Совет решил, что тебе не повредит моя помощь Я не ожидал встретить здесь гетов Ситуация сложная Спокойно У меня все под контролем Что это такое? Там, вдалеке Это корабль Посмотрите, какой огромный Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожалуйста, не стреляйте Мы выходим Мы не вооружены Все кончилось? Они ушли? Мы с ними разобрались Эти штуки шныряли повсюду Они бы обязательно нас нашли Если бы не вы, нам всем крышка Я... Я все еще не могу поверить Когда мы увидели корабль Я подумала, что это конец Он появился перед нападением Я сразу понял, что тут что-то не так И мы побежали прятаться Расскажите мне все, что помните о нападении Мы трое работали в поле, когда появился этот корабль Мы его увидели, побежали Я не знаю, что случилось со всеми остальными Они были у гаража Совсем рядом с космопортом Там, где приземлился корабль Они не могли выжить Откуда ты знаешь? Мы ведь выжили? Если они добежали до гаража То могли остаться живы Вы что-нибудь знаете о протеанском маяке Который они раскопали? Да мы всего лишь фермеры Мы слышали, что им удалось что-то найти Но нам-то что? А тут такие дела творятся Можете еще что-нибудь рассказать об этом корабле? Я сматывался Где уж тут его рассматривать? Походу, он приземлился возле космопорта Коул, расскажи им про шум Про этот ужасный шум Когда корабль спускался От него шел какой-то странный сигнал Было похоже на виск демонов Только он звучал прямо в мозгу Может быть, они пытались заблокировать коммуникации? Что бы это ни было Оно как будто разрывало череп на части Я вообще ничего не соображал Мне пора идти Эй, Коул Мы всего лишь фермеры, а они солдаты Может быть, отдать им все? Что б тебя, Блейк? Учись держать свой гребаный рот на замке Коул, ты мне хочешь что-то рассказать? Одни ребята в космопорте промышляли контрабандой Ничего особенного В обмен на часть выручки Мы позволяли им хранить здесь товар Какие именно пакеты? Я нашел пистолет и подумал, что он может пригодиться Если эти твари вернутся Ну, вам, наверное, все это нужнее, чем нам Мы рискуем своими жизнями, чтобы спасти эту колонию Здесь точно больше ничего нет, что могло бы нам помочь Да, есть еще кое-что Я собирался продать, когда все закончится Но, наверное, вы это заслужили больше, в отличие от меня Коул, с кем ты работал в космопорте? Как его зовут? Он нормальный парень Не хочу, чтобы у него были проблемы Я не стукать Возможно, он причастен к этому нападению, Коул Нам нужно знать его имя Это важно Да, ладно, вы правы Его зовут Пауэлл Он работает в доках в космопорте Если, конечно, он еще жив Мне пора идти Удачи А, я не могу за этого Подожди, а как-то можно другого персонажа там как менять? Нет, это не то О, у меня тут еще прокачалось Подожди Нужна электроника Только почему она не разлочена Как ее разлочить-то? Может, вот это надо прокачивать? Опа, да Так, еще один навык Но только он уже не прокачивается А, саботаж Так Ладно, одну очко пока ему оставим Так, у Эшли Эмм Давайте прокачаем Опять вот эту штурмовую винтовку Ну, можно еще урон Вот это вот оружие Так, а мне, ну, обаяние, устрашение максимально Ну, наверное, тоже штурмовые винтовки имеет смысл прокачать Чтобы я два часа их не убивал Так А, я прокачал сохранность Теперь-то я могу взломать? О, стал доступен взлом Наверное, мне плюсуются навыки членов моей команды Потом буду с инвентарем там смотреть, разбираться Че начнет заменить Ой, это я шифт постоянно инстинктивно нажимаю Как в играх, знаете, он же за бег отвечает В абсолютном большинстве игр А здесь шифт, вот эта вот менюшка с способностями Здесь бег на пробел Поэтому очень непривычно Но так было и до вот этого ремастера В основном в Mass Effect Просто очень давно играл Ну, игра, конечно, шедевральная За эти диалоги Все это даже вот Капитан, это Найлус Что-то движется Вон за теми ящиками Погодите Не надо, не стреляйте Я такой же, как вы Я человек Из-за того, что ты здесь прятался Тебя чуть не убили Я, извините, я прятался От этих уродов Я павовал Я видел, что случилось с этим турянцем Его убил другой турянец Мне нужно знать, как погиб Найлус Тот другой Пришел сюда первым Он ждал, пока появится ваш друг А ваш друг называл его Сараном Похоже, они были знакомы Ваш друг расслабился Потерял бдительность И Саран замочил его Выстрелил ему в спину Хорошо еще меня не заметил Нам сказали, что в космопорт Привезли протеанский маяк Что с ним случилось? Он на другой платформе Наверное, туда и направился этот Саран Запрыгнул на грузовой поезд Сразу после того, как прикончил Вашего друга Я знал, что от этого маяка Одни неприятности С тех пор, как мы его нашли Все пошло наперекосяк Сначала этот корабль-носитель Потом нападение Они убили всех Всех! Если бы я не спрятался Меня бы тоже кокнули! Как же так получилось, что ты единственный остался в живых? Почему никто больше не пытался спрятаться за ящиками? Они просто не успели Я уже был там, когда началась атака Подожди минутку Ты спрятался за ящиками Еще до начала атаки? Я Иногда во время смены Меня тянет вздремнуть Я прячусь тут Чтобы начальство Не увидело Тебе удалось выжить Потому что ты лентяй Если бы ты не решил поспать Ты был бы сейчас мертв Как и все остальные Да Да, наверное Но я не хочу об этом думать Расскажи мне про атаку геттов Все случилось очень быстро Я видел, как приземлялся корабль А потом Все наводнили геты Их тут были тысячи Наверное, они были на этом корабле-носителе Они убивали всех Тут была настоящая бойня Можешь рассказать что-нибудь еще про маяк? Его привезли сюда Сегодня утром Мы погрузили его на поезд И отправили на другую станцию Не могу поверить, что это было всего пару часов назад Кажется, что прошла целая вечность Расскажи мне про корабль-носитель, который ты видел Я никогда не видел ничего похожего Он был просто огромный Приземлился около вон той платформы Когда он спускался Здесь даже стемнело И еще Он издавал такой Звук Который сверлит мозг Он меня и разбудил А атака началась Через несколько минут Ты был сообщником Коула Нам известно про контрабанду Что? Нет В смысле Теперь-то какая разница? Я контрабандист И что дальше? Мое начальство погибло Все погибли Теперь уже это никого не волнует У тебя есть оружие, которое поможет справиться с гентами? На прошлой неделе пришел груз гранат Никто не заметит, если исчезнет несколько штук Ах ты жадный сукин сын Мы пытались защитить твою жалкую задницу А ты нас же и обворовываешь Да я думать не думал, что вам пригодятся эти гранаты Кому надо нападать на Иден Прайм? У нас тут фермеры одни Откуда мне было знать? Отдай мне гранаты Да забирайте, ради бога Я больше не буду заниматься контрабандой Клянусь Здесь погибло множество солдат, Пауэлл Эти гранаты могли им пригодиться Я бы на твоем месте придумал, как загладить свою вину перед ними Хорошо Ладно Я тут припас, кое-что еще Наверное, стоит целое состояние Экспериментальная технология Самая новая Возьмите Мне это не нужно Я не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал Правда Мне очень жаль Нам нужно найти маяк, пока еще не поздно Садитесь на грузовой поезд То же самое сделал тот турианец Я... Я не могу здесь оставаться Я не могу на это смотреть Перегрев оружия Продолжение следует... 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 Ставьте заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. Продолжение следует... Бомбы! Наверное, их установили деты. Быстро! Мы должны найти их все и обезвредить! Продолжение следует... 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 так времени то мало осталось где еще бомба но на ящичек залутать у меня всегда время найдется слушай а реально где бомба то и чем не делать я пропустил ее что ли где-то или что не понял ну написано осталось зарядов 1 воду где-то пропустил ладно значит рванет может там вначале пропустил здесь платформа была да знаешь где-то в начале прикольно ну сейчас посмотрим что будет если они взорвутся ну типа понятно game over потому что будут все погибнем а вон да на карте вон она была вот сам вначале когда мы появляемся надо вот здесь вот вниз спуститься вот здесь она где-то по идее будет вот прям здесь нормально все заряды обезврежены так все все зачистил все облутал давайте теперь посмотрим что это нормандия маяк безопасно это восхитительно действующая протеанская технология невероятно он так себя не вел когда его только раскопали наверное что-то его активировала вас поняли нормандия ждем не трогайте его а а и и и и и и и Мы установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм, а это Нормандия, судно Альянса, под командованием капитана Андерсена, им удалось спасти колонию. А что маяк? Похоже, им воспользовался один из людей. Этого человека нужно уничтожить. Доктор Чаквас? По-моему, он просыпается. Мы волновались за вас, Шепард. Как самочувствие? Как я тут оказался? Долго я был в отключке? Примерно 15 часов. Полагаю, это маяк так странно на вас повлиял. Это моя вина. Видимо, я активировала какое-то защитное поле, и вам пришлось бросаться мне на выручку. Где сейчас маяк? Что с ним случилось? Маяк взорвался. Может быть, перегрузка системы. От взрыва вы потеряли сознание. Мы с лейтенантом перенесли вас на корабль. Насколько я пострадал, доктор? Физически вы в полном порядке. Но я обнаружила необычную активность мозга. Аномальные бета-волны. Также я отметила у вас больше быстрых движений глаз. Обычных признаков интенсивного сновидения. Я видел... Не знаю, что точно я видел. Смерть. Разрушение. Все как-то нечетко. Хм... Надо будет включить это в рапорт. Возможно... О, капитан Андерсон! Как там ваш пациент, доктор? Все показатели в норме. Думаю, с капитаном все будет в порядке. Рад это слышать. Шепард, мне нужно поговорить с вами. Наедине. Слушаюсь, капитан. Если понадоблюсь, я буду в кают-компании. Похоже, капитан, вам порядком досталось при взрыве. Вы нормально себя чувствуете? Я не люблю, когда мои солдаты погибают. Смерть Дженкинса не ваша вина. Вы все сделали правильно, Шепард. Сержант Уильямс не член экипажа Нормандии. Я подумал, что такой боец, как она, может нам пригодиться. Она переведена на Нормандию. Уильямс хороший солдат. Она это заслужила. Лейтенант Оленко с вами согласен. Поэтому я и включил ее в нашу команду. Разведка облажалась, сэр. Мы не имели ни малейшего понятия о том, что нас ждет. Потому все пошло кувырком. Геты уже черт знает сколько не совались за пределы Вуали, капитан. Их вообще никто не ждал. Вы сказали, что хотите поговорить наедине, капитан. Не буду юлить, Шепард. Положение не из лучших. Найлус погиб. Маяк уничтожен. Геты начали вторжение. Совет захочет задать нам ряд вопросов. Я не сделал ничего дурного, капитан. Надеюсь, совет это поймет. Я поддержу вас и ваш рапорт, Шепард. С моей точки зрения вы, черт возьми, герой. Но я здесь не поэтому. Дело в том, другом Турианце. Саране. Саран, Спектр. И один из лучших. Живая легенда, все дела. Но если он связался с геттами, значит он решил пойти своим путем. Спектр, отказавшийся подчиняться совету, это проблема. Саран опасен. И он ненавидит людей. Почему? Он считает, что мы слишком быстро растем и занимаем галактику. Многие так считают. Но большинство ничего по этому поводу не делает. А Саран связался с геттами. Я не знаю как. Я не знаю почему. Я только знаю, что это имеет какое-то отношение к маяку. Вы были там перед тем, как маяк сам уничтожился. Видели что-нибудь? Какой-нибудь намек на то, что искал там Саран? Я потерял сознание, но до этого у меня было видение. Видение? Видение чего? Я видел синтетиков. Возможно, геттов. Они убивали. Жестоко, как мясники. Об этом нужно доложить совету, Шепард. Что мы им скажем? Что мне приснился страшный сон? Неизвестно, что за информация хранилась в маяке. Протеанские технологии? А может, чертежи какого-нибудь оружия массового поражения? Что бы это ни было, теперь оно у Сарана. Но я знаю Сарана. Я знаю его репутацию, его методы. Он считает, что люди – паразиты космоса. Это нападение было актом войны. Он знает секрет маяка. У него целая армия геттов. И он не остановится, пока не истребит все человечество. Я найду способ помешать ему. Не так-то это просто. Он спектр. Летает куда хочет и делает, что хочет. Вот почему надо, чтобы совет был на нашей стороне. Мы докажем, что Саран вышел из-под контроля, и совет лишит его статуса спектра. Я свяжусь с послом и постараюсь добиться аудиенции в совете. Надо будет с ним встретиться, как только доберемся до цитадели. Мы уже недалеко. Поднимайтесь на мостик, и пусть Джокер заводит корабль в док. Капитан, я рада, что с вами все в порядке, капитан. После того, что случилось с Дженкинсом, экипажу не помешают хорошие новости. Дженкинс был ценным членом экипажа. Отчасти я виню себя в произошедшем. Если бы Дженкинс был жив, меня могло не быть здесь. Вы хороший солдат, Уильямс. Вы заслуживаете летать на Нормандии. Спасибо, капитан. Я это ценю. Там все было довольно сурово. Вы в порядке? Я не в первый раз вижу гибель друзей. Космопехи с этим сталкиваются. Но когда на твоих глазах гибнет все подразделение, к смертям гражданских тоже сложно привыкнуть. Но все могло быть гораздо хуже, если бы вы не пришли на выручку. Без вас мы бы не справились, Уильямс. Спасибо, капитан. Признаюсь, я немного нервничала из-за назначения на Нормандию. Приятно, когда тебя так хорошо принимают. Я думаю, вы впишетесь в команду, Уильямс. Спасибо, капитан. Рад, что вы целы, капитан. Да, капитан. Вам что-нибудь нужно? Как вы оказались на флоте Альянса? Пошла на службу сразу после мединститута. На земле мне всегда казалось скучно. Там слишком безопасно. Я решила, что в колониях меня ждут нескончаемые экзотические приключения. Хотела летать среди звезд. Лечить суровых солдат с пронзительным взглядом и чувственной душой. Но жизнь военного оказалась не столь романтичной, как думала. Но чтобы продолжить экспансию через траверс, человечеству нужен Альянс. А Альянсу всегда нужны хорошие медики. Так что я осталась и вношу свой вклад. Не думали, что ошиблись с выбором? Иногда подумываю вернуться на землю и открыть частную практику. Или может занять должность в каком-нибудь новом медцентре в колониях. Но в работе с солдатами есть что-то особенное. Если я уйду с флота, буду думать, будто я их предала. Что вы знаете о капитане Андерсене? Я с ним иду уже не в первый рейс. Он знает, когда можно спустить все на тормозах, а когда стоит затянуть гайки. Экипажу известно, что он прошел многое из того, во что мы можем вляпаться. И что он заботится о людях под его командой. Вы хорошо знакомы с лейтенантом? До этой миссии я с ним не работала. Но у него впечатляющий послужной список. Больше дюжины особых благодарностей. Хотя он довольно замкнут. Возможно, из-за головных болей. Нелегко жить с Л-2. Как это связано? В наше время биотики в основном используют имплантаты Л-3. Лейтенанту Оленко вживили старую конфигурацию Л-2. Иногда с ней бывают осложнения. Какого рода осложнения? Тяжелые умственные нарушения, безумие, сильная физическая боль. Длинный список побочных эффектов. Кайдену повезло, он лишь страдает от мигрений. Мне нужно идти. До свидания, капитан. Тут как бы текстуры высокого разрешения добавили. Еще, может быть, какие-то виды оружия, брони. Но все равно графика немного угловатая. Поэтому некоторые персонажи так выглядят. Возможно, во второй части уже можно будет, если продолжу играть, можно будет пересоздать персонажа, при этом перенеся сохранение. Потому что те выборы, которые мы здесь совершаем, они будут играть роль на протяжении всех трех частей. Их можно переносить с хранения. Вот если буду играть, опять же, все это буду делать. Что-то тут изучаешь, получаешь за это опыт. Это сюжетно-ориентированная игра, поэтому смысла проходить ее на максимальной сложности нет. Это не какое-то соревнование в мультиплеере. Я рад, что вы в порядке, капитан. Потеря Дженкинса стала большим ударом для команды. Так, а лифт, подожди. Он может меня достать куда-то ниже? Да, снаряжение можно менять, какие-то способности приобретать. Ух ты. Черт, да на одни лицензии сколько уходит. А нет лицензий, нет товара. Нет товара, я банкрот. Что за лицензии? Зачем они вам нужны? Производители продают лицензии. Каждый дает право покупать и продавать определенный вид товаров. Основные у меня уже есть, но если захотите, чтобы я достал вам что-нибудь особое, покупайте лицензии на товар. Лучшие лицензии получить непросто, но если вы их найдете, они окупятся. Что предлагают разные производители? Их слишком много, за всеми не уследишь. Но по каждой лицензии ясно, на что она годна. Так, а это было уже? Часто у вас бывают новинки? Смотря сколько у вас лицензии, но вообще-то я все равно регулярно обновляю ассортимент. А каждый раз, как мы садимся где-нибудь, где есть достаточно большой порт, покупаю, продаю и меняю все, что смогу. Заходите почаще. Мне нужен быстрый оборот, так что на постоянном хранении только самые базовые предметы. Давайте посмотрим, что у вас имеется. Как скажете, капитан. Ну, на тяжелую броню, например, тяжелая броня человека мне в любом случае сейчас не хватит. В общем, это все потом. О, а продать мусор я могу... А, у меня нету мусора. Продать, продать мусор? Обычный товар. А где у меня мусор-то есть? Это, я надеюсь, не мусор? Он не считает это за мусор? Не, ну да, мусора нету, даже ничего не продалось. Вот экипировка различных. Кайдена экипировать. Оружие можно менять, всякое такое. А, у него пистолет, да, он технарь. И... Ух ты. Там точность поменьше, но... Очень крутые стволы есть. По-моему, и Stinger 2 самый лучший. Так, легкая броня. Нет, это мне надо для себя. Так, Эшли, но ей винтовка... А, блин, винтовка бы самая лучшая мне бы нужна. А, у меня несколько таких. Так, ну... Нет, пока у нее и так броня достаточно нормальная. А у себя-то я могу. Да... Так, винтовку заменил. Дробаш заменил. Заменил. Ну-ка, снайперка. Там любая снайперка лучше, чем то, что есть у меня. Так, и теперь, что касаемо брони. Ну, кстати... Кстати, у меня самая топовая броня. Отлично. Опять я на shift прожимаю. Думаю, что он не бежит. Кстати, еще устает достаточно быстро. Ой, а там что-то помечено. Ну-ка. Ну, это экипировка их почему-то помечена. Но, наверное, просто так. Потому что я их уже экипировал. Так, а здесь что у нас? Так. По-моему, это тот, который такой все в бой орвался. Если я ничего не путаю. Вот его убили. Он, Дженкинс. Вы вовремя, капитан. Я как раз собрался заходить на цитадель. Смотрите, на что идут деньги налогоплательщиков. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какой огромный. Путь предназначения. Флагман флота Цитадели. Размеры-то не главные. Чего так беситесь, Джокер? Просто говорю, огневая мощь важнее. Глядите, какое чудище. Его главная пушка пробьет щиты любого корабля Альянса. Хорошо, что она на нашей стороне. Цитадель главная. Я бригад Норманди. Запрашиваю посадку. Ждите разрешение, Норманди. Посадка разрешена. Можете начинать заход. Переключаю вас на оператора Альянса. Вас понял. Конец следа. Норманди, это диспетчерская Альянса. Следуйте кнопку 422. Это произвол. Совет вмешался бы, если бы геты напали на Турианскую колонию. Турианцы не колонизируют планеты на границе систем Термина, посол. Землян предупреждали об опасностях Траверса. А Сарен? Мы простим предательство Спектра, я требую вмешательства. Вы не можете ничего требовать от Совета, посол. Служба безопасности Цитадели изучает доказательства вины Сарена. Мы обсудим заключение на слушаниях. Не ранее. Капитан Андерсон, вижу, вы привели половину команды. Группа, совершавшая высадку на Иден Прайм. На случай, если у вас возникнут какие-то вопросы. У меня есть отчеты о выполнении задания. Думаю, их данные точны? Абсолютно. Похоже, вы убедили Совет выслушать нас. Их это не обрадовало. Сарен их лучший агент. Им не понравилось, что его обвиняют в предательстве. Сарен представляет опасность для всех колоний землян. Если они не начнут поиски Сарена, я займусь этим. Успокойтесь, капитан. Вы уже сделали предостаточно, чтобы подвергнуть сомнению целесообразность принятия вас в Спектр. Миссия на Иден Прайм должна была доказать ваши профессиональные способности. Вместо этого каким-то чудовищным образом Найлус был убит, а маяк уничтожен. В этом виноват Сарен, а не он. Тогда нам лучше надеяться, что расследование СБЦ подтвердит ваше обвинение. В противном случае Совет использует это, чтобы отклонить вашу кандидатуру. Пойдемте со мной, капитан Андерсон. Я хотел бы кое-что обсудить перед слушанием. Шепард, вас и остальных ждем в башне Цитадели. Верхний уровень. Допуск я вам обеспечу. С такие моменты я ненавижу политиков. Плюс один. Рапорт патруля Альянс. Капитан Хендриксон зарегистрировал источник необычной энергии во время патрулирования в скоплении Ро Аргуса. Ее особенно заинтересовала система Гидры, но она получила приказ возвращаться до того, как ее команда смогла что-нибудь изучить. Будем отправлять разведгруппу. Стрелка-то это все понятно. Я не знаю, о чем вы говорите, но это очень серьезное обвинение. Я не могу просто... На кону моя репутация. Я говорил со спутницей с глазу на глаз. Доверился ей. Она предала мое доверие. Хорошо. Мы посмотрим, что можно для вас сделать. Вы пока ничего не предпринимаете. Приветствую вас, человек. Искренние извинения. У меня дела и совсем нет времени. У вас озабоченный вид. Могу я чем-то помочь? Встревоженность. Вы все слышали? Все это так неправильно. И виновата в этом спутница Азари. Она все это начала. Чем Азари вас так расстроила? Сдержанность. Я не могу раскрывать подробности. Дело слишком деликатное. Достаточно сказать, что она выставила меня как дипломата не в лучшем свете. Где мне найти эту спутницу Азари? Пояснение. Ее можно найти за тем мостом. Ее покои сложно не заметить. Всего хорошего, человек. Усталое приветствие. Сейчас не самое лучшее время, человек. Тогда пока. Спасибо вам, человек. Всего хорошего. Радостное приветствие. Я всегда рад видеть здесь людей. Я посол Кэлен. Искренний вопрос. Что я могу сделать для вас в этот день? Зачем вы поясняете, что собираетесь сказать? Пояснение. Мой народ общается не словами, а при помощи запахов и едва заметных движений. Признание. Мы обнаружили, что наших голосовых сигналов недостаточно для выражения эмоций ваших рас. Зачем ты зря тратишь время, Кэлен? Землянам плевать на то, как мы живем. К сожалению. Дин, вы не можете всерьез верить в это. А если верите, мне вас очень жаль. Расскажите мне о вашей расе. Подлинный энтузиазм. Я с удовольствием поделюсь с вами историей своего народа. Мы можем делиться своей культурой с другими. Расскажите мне об истории и происхождении Элкоров. Элкоры только начали изучать пространство Совета, когда Азари вошли с нами в контакт. С их помощью мы обнаружили ближайший ретранслятор, ведущий из нашей системы на Цитадель. Гордость. В течение одного жизненного цикла мы проложили маршрут к Цитадели и стали одной из активных рас, живущих на этой станции. Я хочу узнать о культуре Элкоров. Откровенность. Мы, Элкоры, предпочитаем безопасность и уют наших колоний, неизвестность и космических путешествий. Наше общество построено на небольших сплоченных группах, но мы всегда рады приветствовать чужаков. Наше правительство весьма стабильно. Наш народ не очень любит внезапные перемены. Чем вы здесь занимаетесь? Скромность. Я работаю здесь, чтобы донести проблемы и просьбы народа Элкоров до внимания Совета. Ха! Они дают нам эти посты только чтобы мы молчали. Совету наплевать на наши расы. Неодобрение. Дин, постарайтесь избавиться от этого обличительного тона. Этот человек не виноват в вашем недовольстве и беспочвенных подозрениях. До свидания, посол. Искреннее прощание. Хорошего дня, человек. Хорошо проведите время на цитадере. Житель Земли, вы зашли не в ту дверь. Ваш посол в соседнем кабинете. Критическое замечание. Не будьте таким грубым, Дин. Представьтесь хотя бы. Меня зовут Дин Корлок. Я посол Волусов. Я могу чем-то помочь вам, житель Земли. Что это за место? Вы находитесь в посольстве Волусов и Элкоров. Ваш посол в соседнем кабинете. В этом кабинете я продвигаю интересы своего народа. Волусов. Когда мне не мешают. Мне хотелось бы побольше узнать про Волусов. Я уверен, наши истории и культура вам покажутся скучными, житель Земли. Я действительно хочу узнать вашу историю. Мой народ прибыл на Цитадель почти сразу после того, как ее нашли Азари и Саларианцы. С нашей помощью была создана стандартизированная галактическая экономика. Несмотря на долгосрочное сотрудничество с Цитаделью и наш вклад в развитие галактического общества, мы так и не получили места в Совете. Расскажите мне о культуре Волусов. Мы все происходим из различных племен, но нам чуждо насилие. Мы продаем и обмениваем земли и членов наших племен, чтобы повысить свой статус. Крупные племена часто поглощают мелкие и периодически снова распадаются. Наше общество имеет очень гибкую структуру, а правительство часто меняет, поскольку физически мы не очень сильны. Взамен на защиту мы предлагаем свои услуги. Чем вы здесь занимаетесь? Я защищаю интересы Волусов. Задача не из легких, учитывая то, как часто Совет забывает про нас. Критическое замечание, Дин. Совет относится к вашей расе чрезвычайно благосклонно. Вы очень наивны. Земляне войдут в Совет гораздо раньше нашей расы. Почему ни Элкора, ни Волусы не входят в Совет? Каждой расе нужно доказать, что они достойны входить в Совет. Правда, землян, похоже, это не касается. Несогласие. Не обращайте внимания на посла Волусов, человек. Он ошибается в своих суждениях. Правда? Сколько мы уже ждем? Сколько нам еще предстоит ждать? Эх, людям этого не понять. Дин, похоже, вы затаили на землян какую-то злобу. Вы, земляне, совсем недавно на Цитадели, а Совет вам уже во многом потакает. Критическое замечание, Дин. Совет очень часто шел на уступки по отношению к вашей расе. Территория Волусов с момента прибытия на Цитадель увеличилась в 10 раз. Хм... Уточняю, мы по-прежнему не можем влиять на решения, принимаемые в отношении пространства Цитадели. До свидания, посол. Да, да. Всего хорошего, житель Земли. Продолжение следует... ...на этом уровне космической станции Цитадели. Так вы человек или программа? Я полностью интерактивный виртуальный интеллект, созданный, чтобы давать краткую информацию о местах, представляющих интерес на этом уровне Цитадели. Вы можете связаться со мной через любой терминал Президиума, если вам понадобится помощь. Хорошо, проводите экскурсию. Вы находитесь у туристического терминала 1. По обе стороны от этого холла располагаются посольства различных рас Цитадели, а также штаб-квартира СБЦ. На дальнем конце этого уровня вы видите башню Цитадели, в которой регулярно проходит собрание совета для обсуждения важных галактических вопросов. Расскажите мне о службе безопасности Цитадели. Служба безопасности Цитадели выполняет функции правоохранительных органов для всех районов Цитадели, хотя большинство офицеров служат в жилых секторах. Директор Палин, Турианец, в данный момент является главой СБЦ, но под его началом служат представители практически всех галактических рас пространства Цитадели. Если вы хотите узнать больше, офис директора Палина находится в штаб-квартире СБЦ, на другой стороне холла. Расскажите мне о посольствах. В пространстве Цитадели все расы одинаково важны, и каждый может получить консультацию по вопросам галактической политики, обратившись в свое посольство в президиуме. Волосы были первой расой, не входящей в совет, для которой на Цитадели открыли посольство. Это произошло 2384 галактических года назад. По мере роста пространства Цитадели здесь открывались все новые посольства. Последнее посольство, открытое на Цитадели, принадлежит вашей расе. Оно открылось 19 галактических лет назад, несмотря на протесты местной оппозиции. Почему кто-то был против открытия посольства людей? Некоторые расы посчитали, что людям отдается предпочтение. Очень часто на открытие посольства новой на Цитадели расы уходит века. Совет уделил большое внимание этому вопросу. В конце концов было решено, что влияние человечества на пространство Цитадели было достаточно велико, чтобы открыть посольство. Вы согласны с их решением? Я не запрограммирована на вынесение суждений по подобным вопросам. Мой код ограничен выдачей информации и простейшей имитацией диалога. Почему первым открылось посольство волосов? В первые годы после создания Совета волосы, не считая Азари и Соларианцев, были самой распространенной расой в пространстве Цитадели. Они создали множество новых колоний и торговых постов и обратились к Совету, чтобы получить более активную роль в определении галактической политики. В знак признания их заслуг в расширении межзвездной торговли и создании стандартизированной галактической экономики волосы получили свое посольство здесь, на Цитадели. Почему их не приняли в Совет? Совет несет большую ответственность перед Галактикой. Он обеспечивает флотилию Цитадели кораблями и персоналом. Он часто предоставляет экономическую помощь в случае стихийных бедствий. Было бы несправедливо перекладывать эту ответственность на расу, которая не может выполнить подобные требования. Посольства второстепенных рас дают им возможность защищать свои интересы на Цитадели. Какое презрение к другим расам? Я приношу извинения, если обидела вас. Официальную жалобу в письменном виде вы можете подать в отдел туризма и посещений. Знаете ли вы что-либо о спектрах? Термин «спектр» — это сокращение от названия «специальный корпус тактической разведки». Каждый спектр выбирается Советом индивидуально. Их главная роль заключается в сохранении галактической стабильности и урегулировании опасных ситуаций, которые нельзя решить при помощи обычных политических средств. В связи с этим им предоставляются экстратерриториальные права. Спектры не отчитываются ни перед кем, за исключением Совета. Что вы можете рассказать мне о Совете Цитадели? Первоначально Совет состоял из представителей Азари и Слорианцев, двух доминирующих рас в пространстве Цитадели. Примерно 1304 стандартных галактических годы назад турианцы были приглашены в Совет в знак признания и заслуг во время восстания Кроганов. С тех пор три расы, входящие в Совет, работают вместе, чтобы достичь мирного сосуществования галактического сообщества при сохранении автономии каждой расы. Все не может быть так просто. Где-то обязательно должны быть проблемы. Я не запрограммирована на вынесение суждений по подобным вопросам. Мой код ограничен выдачей информации и простейшей имитацией диалога. До свидания. До свидания. Благодарим вас за использование Авины. Приятного пребывания на Цитадели. До сих пор не верится, что я получила работу здесь. Цитадель – фантастическое место. Радостное приветствие. Приятно встретиться с вами, человек. Капитан Шепард не ожидал вас здесь увидеть. Вас направил ко мне посол Удина? Мы раньше встречались? Нет, но я вас знаю достаточно хорошо. Я директор Палин, глава СБЦ. А знать о прибытии на Цитадель таких, как вы, – моя работа. Вы что-то хотели, капитан? Похоже, вы не очень-то любите людей. Нет. Я просто не доверяю вашей расе. Пока не доверяю. Вы, люди, хотите заполучить всю возможную власть. И эта власть вам достается. Если Совет хочет сделать людей своим новым ручным любимцем, это их дело. Но я этого не одобряю. Совет относится к нам, как к существам второго сорта. Нам все достается с боем. С боем? Так бейтесь. Но не надейтесь, что мы вам что-то добровольно отдадим. Я занятой человек, капитан. Мы закончили. Что вы знаете о Спектрах? Они являются правой рукой Совета. Или хотят, чтобы их так называли. Я бы скорее назвал их тайной рукой Совета. Что вы имеете против Спектров? Я не признаю организации, ставящих себя выше закона. В частности, мне не нравится, что каждый агент Спектр может менять правила, когда ему вздумается. Иногда для спасения жизни приходится нарушать закон. Я работаю в СБЦ 30 лет. И ни разу мне не приходилось нарушать закон, чтобы выполнить мою работу. Ни разу. Ага, сейчас. Вы думаете, мы поверим, что никто из ваших офицеров не нарушает закон? В СБЦ работает более 200 тысяч сотрудников. Все они хорошими быть не могут по определению. Но мы не закрываем глаза на коррупцию, как это делают Спектры. Мы делаем все возможное, чтобы найти и наказать каждого офицера, приступившего закон. Спектры? Такими вещами не занимаются. Кто-то же должен выполнять грязную работу в интересах галактики. Верно. Но и ответственность за такую работу должна быть особая. Сарен перешел все границы. Мы оба это знаем. Но поскольку он Спектр, Совет ничего не хочет с этим делать. Разве такие, как он, нужны галактике? Но не все Спектры такие, как Сарен. Согласен. Но вероятность всегда остается. Он даже Сарена недолюбливает. Прикольно. Расскажите мне о СБЦ. СБЦ осуществляет охрану правопорядка и обеспечивает безопасность всей цитадели. Мы гражданская правительственная организация, но многие сотрудники прошли военную подготовку. Конечно, как представитель СБЦ в Совете, большую часть времени я занимаюсь тем, что улаживаю отношения между двумя организациями. Расскажите мне о расследовании, которое проводится в отношении Сарена. Нет, но с одной стороны они тут все расисты, с другой стороны, в принципе, обосновано то, что они не доверяют расе, там, любой бы, да, которая новая пытается... Действительно, должны доказать свою полезность. Ой-ой-ой-ой. Предупреждение. Следующее сообщение было отправлено нескольким адресатам экстранета с учетной записи, отследить которой не удалось. Требуется дальнейший мониторинг. Дорогой друг Биотик, ты получил это сообщение, потому что у нас общая цель. Немногие нас понимают и уж тем более поддерживают. Нам нужно держаться вместе. Мы должны построить наш новый мир. Присоединяйся к нам, мы ждем тебя в скоплении Этты Хокинга. Только объединившись, мы сможем бороться с несправедливостью по отношению к нам. Так, ну и еще тут какая-то дверь. Тут все так необычно. И я надеялся, что здесь будет больше землян. Я не верю слухам. Спутница никогда не открывает своих секретов. Конечно, нет. Иначе ее бы уже давно вышвырнули в ближайший шлюз. Это точно. И вообще, Ник, спутница это тебе не девчонка из колонии. Она... Она... Тебе не обязательно с ней этим заниматься. Могу быть полезен, капитан. Что вы можете сказать о спутнице Азари? Ну, это... Она Азари и работает тут. Помогает людям по-всякому. Вы ведь с ней не встречались, а, Фредерикс? Эээ... нет, никогда. Я не могу себе этого позволить. Только поговорить с ней уже жалование за полгода. А хотя бы где найти ее, можете сказать? Да, конечно. Через мост от зданий посольств. Спасибо, рядовой. Веселитесь. И держите ушки на макушке. Есть веселиться. То есть... Сейчас у меня нет времени разговаривать. Я очень занята. Приветствую, капитан. Что вам предложить? Вы знаете, кто я? Еще бы не знать. Ваше прибытие взбудоражило всех дипломатов и местных завсегдатаев. Здесь всегда что-нибудь происходит. Не соскучишься. Хотите, введу в курс дела? Расскажу, что тут есть интересного. Хорошо. Расскажите мне о станции. Ну, посольство вы уже видели. Здесь обычно все спокойно. Скучновато даже. За мостом находится банк, Эмпориум и покои Шаиры. Если вы о ней еще не слыхали, скоро услышите. Если нужно что-нибудь купить, поищите на рынках, они уровнем ниже. Хотите развлечься, ступайте в сверхновую или в логово Коры. Кто такая Шаира? Спутница. Она развлекает клиентов, которые могут позволить себе ее услуги. Большинство дипломатов и послов уже побывали у нее. Она очень влиятельная женщина и очень уважаемая. Расскажите мне о сверхновой и логове Коры. Ну? Сверхновая. Там дискотека и казино. Разумеется, там куда веселее, чем здесь. Логово Коры. Скажем так, там можно найти как развлечение, так и пулю в лоб. До свидания. До свидания, капитан. Всего наилучшего. Так. мне же президиум надо саран что-то скрывает дайте мне больше времени задержите их задержать членов совета не смешите меня ваше расследование закончена гарус капитан шепард гарус вакариан я был офицером sbc ответственным за расследование дела сар есть что-то о чем не следует узнать саран спектр информация о его занятиях засекречена я не могу найти что-то стоящее но я уверен что он что-то задумал как вы люди выражаетесь я чую это нутром совет уже готов нас принять капитан удачи шепард может они прислушаются к вам все остальное потом давайте сейчас поговорим с советом посмотрим слушай не началось идем атака гетов серьезный вопрос но нет прямых доказательств того что в этом деле замешан саран расследование проведенное sbc не обнаружила подтверждение измены сарана свидетель видел как хладнокровно он убил найлуса мы прочитали доклад об иден прайм посол показания одного испуганного рабочего едва ли серьезное доказательство я отвергаю эти обвинения найлус был моим коллегой и другом поэтому вы и застали его врасплох капитан андерсон когда люди выдвигают против меня ложное обвинение почему-то всякий раз в этом бываете замешаны вы а это похоже протеже андерсона некто шепард человек приложивший все усилия чтобы уничтожить протеанский маяк миссия на иден прайм была строго секретной если вы узнали о маяке значит лично были там после смерти найлуса его дела перешли ко мне я читал его доклад об иден прайм не впечатлило что еще можно ожидать от человека саран презирает человечество вот почему он напал на иден прайм ваша раса должна знать свое место шепард вы не готовы войти в совет вы даже не готовы вступить в ряды спектров у него нет права так говорить подобные решения не в его компетенции вопрос о принятии шепардов спектра не является целью этого заседания тогда какой вопрос решается сейчас люди зря тратят ваше время советник и мое вы не сможете вечно прятаться за спинами совета есть еще один факт который не стоит сбрасывать со счетов введение капитан их мог вызвать маяк мы что теперь и сны считаем доказательством как прикажете защищаться от таких нелепых обвинений согласен наше суждение должно основываться на фактах и уликах а не на том что кому-то привиделось или показалось вам есть что еще сказать капитан шепард вы приняли решение я не хочу зря тратить свое время совет не обнаружил никакой связи между сараном и геттами посол ваше прошение исключить его из рядов спектров отклонено рад что справедливость восторжествовала заседание закрыта мы совершили ошибку пригласив вас на это заседание капитан вас слишком многое связывает с сареном совет выразил свою обеспокоенность я знаю сарана как облупленного у него одна цель с геттами уничтожить людей как раз уничтожение грозит каждой нашей колонии каждая контролируемая нами планета в опасности даже земля расскажите мне что у вас общего с сараном было у нас как-то одно задание ца тогда дела пошли плохо очень плохо неохота сейчас рассказывать долгая и мутная история но я знаю что он за фрукт его нужно остановить каков наш следующий шаг он спектр а это значит что теоретически он неприкосновенен нам придется сначала разоблачить его а как насчет гарруса того следователя из sbc мы видели как он спорил с директором верно он просил дать ему больше времени для расследования похоже он нащупал что-то связанное с сараном есть идея где его можно найти у меня есть знакомый в sbc он выведет нас на гаруса его зовут харкин хорошие вас знакомые харкина еще месяц назад выперли за пьянство я бы не стал тратить время на этого алкаша вам и не придется капитан не хочу чтобы совет использовал эту историю с ареном как повод для недоверия к нашему расследованию я поручаю дело шепарду нельзя отстранять капитана андерсона от этого расследования да нет посол прав мне лучше не светиться у меня срочные дела капитан встретимся позднее жду вас в моем кабинете харкин наверное надирается в логове коры это один сомнительный бар в нижней части жилых секторов может быть есть и другой способ найти улики против сарана поговорите с барлой воном в финансовом районе говорят он агент серого посредника серого посредника он информационный дилер покупает и продает секреты тому кто предложит лучшую цену я слышал один из его представителей барла вон он возможно знает что-то о саране но эта информация вам дорого обойдется вы сараном были знакомы что случилось лет двадцать назад я выполнял миссию в скильянском пределе мы сараном должны были найти и уничтожить известного террориста саран уничтожил цель но при этом погибло много людей невинных людей а в официальных записях об этом не упомянули но я видел его методы у него нет совести нет сомнений он запросто убьет и тысячи мирных жителей убийство невинных людей не прекращает войны скорее наоборот я много повидал капитан иногда мы вынуждены принимать неприятные решения но только если другого пути нет саран даже не пытался искать варианты это испорченный тип он любит убивать и он умеет заметать следы убийство невинных людей не прекращает война но но только если другого и нет так вот саран даже не пытался иногда чтобы миллионы людей могли жить приходится жертвовать тысячи но только если другого пути нет саран даже не пытался искать варианты это испорченный тип он любит убивать и он умеет заметать следы похоже наш посол не слишком ладит советом да он сейчас замешательстве совет твердит что люди должны быть частью галактического сообщества но содействия от него никакого совет хочет чтобы мы заселяли и контролировали нестабильные регионы но когда мы сталкиваемся с трудностями они не желают нам помогать всем понятно что вступление людей совет это лишь вопрос времени однако наш посол считает что с этим нужно поторопиться и я с ним согласен какая разница получим мы место в совете или нет это что так важно совет принимают все важнейшие решения в галактике и мы должны им подчиняться у нас нет ни сильного флота ни союзников чтобы пойти против совета получив место в совете мы получим возможность влиять на его решение и защищать собственные интересы нам не придется плясать под их дудку взять к примеру сегодняшнюю ситуацию если бы мы были в совете мы бы отправили флотилию цитадели разбираться с сараном и проблема была бы решена может мы могли бы вступить в совет скорее если бы больше сотрудничали с другими расами еще бы если мы будем делать все что нам велят нас примут в совет с распростертыми объятиями проблема в том что нас это не очень устраивает отчасти я их понимаю они не хотят чтобы мы доминировали в совете но мы-то должны влюсти и собственные интересы похоже харкин вам не слишком нравится он вступил в сбц около 20 лет назад и с тех пор только позорил нашу расу здесь на цитадели жестокое обращение с подозреваемыми обвинение во взяточничестве злоупотребление алкоголем и наркотиками обычно посольство защищала его но видимо и у них лопнуло терпение он просто сволочь его должны были уволить еще много лет назад он был одним из первых людей офицеров сбц если бы его уволили это было бы просто некрасиво чтобы оставить его на службе было заключено множество закулисных сделок иногда политика грязный бизнес но похоже его время истекло в сбц уже достаточно людей мы можем больше его не защищать я думал что посольство должно помогать людям может харкин и человек но помимо этого он идиот он упустил все свои шансы если бы посольство его не защищала его бы уволили еще 15 лет назад сбц куда лучше без него можете рассказать что-нибудь о спектрах они не простые агенты правительства работают в одиночку внимание к себе не привлекают они решают проблемы не подвластной совету сохранять мир в галактике не так то просто совет предпочитает дипломатию и переговоры но иногда требуются крайние меры как решают кто станет спектром кадровых агентств у них нет курсов по подготовке тоже нет спектром надо родиться совет ищет среди исключительных личностей того кто справится с любой задачей как вы они следили за вами на протяжении многих лет они в вас что-то разглядели и теперь хотят чтобы вы были на их стороне найлус должен был дать им окончательную рекомендацию но поскольку он погиб решение до сих пор не принято какова их командная структура нет никакой командной структуры каждый спектр отчитывается непосредственно перед советом иногда им дают задания иногда они действуют сами по себе они не всегда подчиняются законом используют любые средства а совет смотрит на это сквозь пальцы у спектров очень много власти шепард похоже это просто тайные спецагенты вся информация спектрах засекречена неизвестно даже сколько их всего по нашим последним данным чуть меньше ста без них совет не смог бы функционировать это элитные агенты цитадели последняя линия обороны последнее средство перед объявлением войны вся галактика их боится и уважает если появляется спектр всем понятно что должно произойти что-то важное что происходит когда спектр выходит из-под контроля как сарен такое происходит не часто совет очень тщательно отбирает кандидатов но если ситуация выходит из-под контроля выход как правило всегда один послать другого спектра устранить агента расскажите мне о сером посредники это необходимое зло в галактической политике покупка и продажа информации часть игры а серый посредник лучший игрок он всегда продает информацию тому кто больше заплатит не вмешивается в политику не принимает ничью сторону простая но эффективная система он не представляет угрозы по крайней мере прямой мы всего лишь используем его как ресурс или ее или может быть их никто точно не знает расскажите мне обороны он специализируется на переводе крупных денежных сумм без оформления бумаг финансовый гений не делает ничего незаконного потому что знает все лазейки у него очень впечатляющий список клиентов послы и дипломаты спектры вероятно поэтому серый посредник и выбрал его мне нужно идти удачи шепард если вам что-то понадобится я буду в кабинете посла ну что ж пока все лайки подписки коменты